всем привет сегодня я королева этих коробок это профессиональные фрезеры для педикюра меди про и меди пауэр итак начнем с 1 распаковочки меди про и так открываем что у нас имеется качественный картон блок питания с панели управления ручка мотор со встроенным пылесосом педаль шнур держатель один держатель 2 для ручки два запасных мешочка для пыли инструкция и запчасть вторую смотрим коробочку что в ней содержится значит тоже как есть инструкция по применению тоже два мешочка запасными для пыли педаль я очень люблю педалью пользоваться вы знаете шнур и ручка мотор с гофрой в принципе все как здесь тоже такая стандартная ручка держатель и боковой фиксирующий а это же запасная штучка такая так два прекрасных аппарата для педикюра кажется на первый взгляд они идентичны но нет у них есть различия давайте я вам сейчас расскажу и так кажется что эти две модели идентичны только названием иди про меди пауэр но нет есть два отличия цена тип мотора и так скажем так меди про используют новое поколение моторов без щеточных и соответственно дороже и меди пауэр более старое поколение щеточные моторы поэтому цена чуть дешевле так как полностью кнопки всей управления аппаратом меди пауэр и меди про одинаковые то я буду на примере меди про показывать как можно все установить и подготовить к работе прежде чем начать пользоваться обязательно ознакомьтесь руководством по эксплуатации нашем магазине на странице товара вы сможете скачать данное руководство на трех языках английский испанский и русский так прикрутим держатель для ручки все готово прекрасно или можно использовать еще такой вариант я вот сюда ставлю подсоединяем шланг очень важно значит мешочек тут уже одет тут есть такие штучки вот эти и тут дырочки и нужно именно правильно в них вставить не вот так переворачивать и тыкать соединить очень просто раз и просто нажимаем ничего не крутим так с этой стороны я так придерживаю плотненько прижимаем также можно управлять с помощью педали я очень на задней стороне аппарата готовы и подсоединяем шнур питания в розетку и вставляем сюда разверника загорелся зеленым итак расскажу вам про эти загадочные кнопки итак первая кнопка включения питания вуаля все загорелось все работает слева поворотный регулятор скорости вращения фрезы с дисплеем это 1000 оборотов в минуту и ставим на максимум 40 тысяч оборотов право поворотный регулятор мощности всасывания пылесоса с дисплеем в процентах тоже ставим на максимум первая кнопка это кнопка включения выключения пылесоса следующая кнопка вот тут ручечка и ножка то есть переключение управления ручной и ножной педаль вот загорелась красненьким значит сейчас работает педали управлять педалью например вот я ногой нажала под столу у меня педаль подключена все вот я отключу хотим ручной нажимаем загорелась зелененькая значит активно работа ручное управление значит мы либо сюда нажимаем либо есть еще один вариант ручного управления на ручке есть такая кнопочка нажимаем удобного время работы если аппарат где-то чуть дальше стоит у нас есть управление рядом следующая кнопка форвард реверс да то есть вращение вправо влево причем на этом аппарате вы можете делать на ходу не снижая оборотов так вот у нас сейчас написано форварда мы включаем в одну сторону тут же можем просто она работает включить в другую сторону машинка умная автоматически сама останавливает и меняет вращение прекрасно и последняя кнопка смена режима работы пылесоса автоматическая и ручная а вот сейчас зелененькая горит значит автоматически выбрал нажимаем ручная ручное управление пылесосом автоматически вот например выбрали автоматически берем вы выставляем сколько тысяч оборотов нам надо да например вот я кручу мне например нужно 14 вот видите она сама автоматически как завод изготовитель задумал так в такой мощности будет работать пылесос скорость например 18000 пылесос будет на 50 процентов работать но например я не хочу делать так как хочет производитель я хочу чтобы скорость вращения фрезы было например 20 но пылесос работал на максимум тогда я переключаю на ручной режим загорается красненькая огонёчек да и я беру тут 20 мне подходит а тут я хочу больше и выставляю сколько мне надо вот максимум и включаем это ручка это пылесос эта ручка имеет функцию автоматической фиксации фрезы тут не нужно раскручивать ничего чтобы вставить или достать фрезу просто ручка просто тянем достаем надо нам поменяли вставили до упора все стоит как далеко вставлять фрезу ну конечно нужно либо до упора либо не меньше чем сантиметр да то есть и для удобства на ручке дублируется кнопочка включения выключения вращения фрезы то есть вот это вот кнопочка да но если вы работаете педалью то в принципе она вам не нужно ручка очень легкая очень мощная 5 ньютонов на сантиметр и почти в два раза мощнее стронга ну и хочу сказать что шланг очень надежный прочный из силикона почти полтора метра что очень удобно в использовании в работе так как аппарат может стоять в удобном месте по отношению к педиктурному креслу вот очень гибкий давайте посмотрим в работе этот аппарат установить его на ровную поверхность можно использовать какую-то тумбу я вот использую такую тележку мне очень удобно рядом с педикюрным креслом установить главное чтобы не закрывать вентиляционное отверстие справа и слева важно установить режим управления пылесосом автоматически или ручной в разных техниках смотря что мы делаем работаем с ногтями кутикулы или с пятками например с пятками я ставлю ручную чтобы максимум пылесос работал это ручную теперь выбираем управление работой фрезы ручной или педалью я выбираем педаль вот красненькая загорелась соответственно педаль подключена работает теперь нажимаем так как у нас выбрано ручное управление пылесосом вот эту кнопочку попробуем как это работает на клейте педаль подключена педаль подключена так заменим мешок нужно отключить ни в коем случае так не тянем берем сюда и чуть-чуть вот так расшатываем и она выходит вот собирается пылька тут тоже все просто просто берем за вот эту картонную панельку и тянем это мусорку берем новенький тут тоже резиночка такая ничего не делаем просто ровненько и вот так вот штаверочки тут дырочки и обратно вставляем плотненько нажимаем хочу поделиться своим опытом потому что я не просто продавец аппарата для педикюра я в первую очередь практикующий мастер да я работаю с клиентами делаю педикюр маникюр и я очень довольна этим аппаратом и конечно возможно из-за особенности этого аппарата возможно у вас появится новые ощущения когда вы возьмете в руки ручку вы почувствуете что она до легкая да она толстенькая ну потому что тут встроенный пылесос до сюда с огромной скоростью залетает пыль и частички да и воздух несет это все мешок сбора пыли да и это новые ощущения но к этому просто нужно привыкнуть не хватило буквально одного дня когда вы будете работать конечно вы поначалу будете ощущать присутствие шланга потому что до этого когда мы работаем на аппарате для маникюра где нету встроенной ручки пылесоса там просто шнур электро да там конечно другое ощущение но это дело привычки буквально пару педикюров и все будет окей у нас есть выбор работать в ручном режиме либо с педалью лично я работаю с педалью это продлевает жизнь аппарату и также очень удобно для мастера потому что свободные руки мне когда нужно остановиться и приостановиться я делаю это ногой не рука руки у меня свободны то есть это очень удобно если не пользоваться педалью то аппарат все время работает значит он подвержен перегреву что тоже негативно влияет на работу также очень хорошо в этом аппарате и защита от перегрузок то есть если был перегрузка или перинагрев например если в ручном режиме работал аппарат долго не выключаясь то он может автоматически просто остановиться возможно на не на несколько минут и потом он остынет и начнет опять работать поэтому если у вас такое случилось то не переживайте не паникуйте подождите дайте пару минут аппарату отдохнуть и дальше продолжайте работать важно использовать качественные правильно подобранные фрезы чтобы это были ровные хвостовики да они какие-то изогнутые то есть не бракованные и вовремя менять фрезы если они уже лысые да то есть если они уже негодные чтобы мы работали хорошими фрезами не старинными которые лысые из-за того что они уже нехорошо счищают мы начинаем нажимать на ручку что ни в коем образом нельзя делать увеличиваем скорость давим да конечно это все вредит аппарату и сокращает его срок службы и нам мучение и также можно еще повредить человек и также например я могу поделиться тем что я работаю на снятие старого покрытия до гель-лака это примерно 20-25 тысяч оборотов потом работа именно с пальчиками то есть кожа кутикула да я работаю каплей фрезой 13 10 в зависимости от кожи до от фрезы красная синяя насечка и уже пяточки я работаю максимально работает пылесос и фрезами я работаю такими вот например да то где-то 15 16 тысяч оборотов я выставляю и прекрасно работаю с пяточками у этого аппарата есть своя личная страница в нашем сайте маша снаил шоу и там есть очень удобная таблица по рекомендациям какие фрезы с какой скоростью и где использовать вы можете ее скачать добро пожаловать давайте подытожим наш обзор двух аппаратов меди power и меди про основные преимущества первое очень удобно что собрано два в одном супер мощный фрезер и супер мощный пылесос второе из-за мощности работ идет быстрее а это значит больше сервисов за день больше прибыли пылесос максимально близко от рабочей поверхности это три ближе уже некуда поэтому как результат очень качественно собираются мелкая вредная четвертое позволяет работать с прямой осанкой поэтому предотвращает болезни спины у мастера и снижает утомляемый 5 я работала делая педикюр с разными пылесосами то есть это были такие пылесосы которые подставляются под стопу но все равно пыль она летит вверх да то есть ты все мной этим дышишь также я очень любо любила санфлауэр тоже есть у нас на сайте мы продаем очень хороший аппарат он более бюджетный но там нет фрезера да то есть а здесь два в одном то есть тут есть и качественный мощный фрезер и пылесос так как я уже сказала то есть это очень здорово что пыль летит вот прям где мы пилим сюда залетать это самое лучшее решение которое можно только придумать так шестой пункт клиенты довольны и я защищена когда я работаю с этим аппаратом нет пыли значит нету аллергии значит здоровья будет подорвана я смогу оставаться в профессии дальше зарабатывать деньги приносить пользу своей семье также делать мир красивым и седьмой пункт это новый уровень и также более значит высокие цены и так этот аппарат гарантии вы можете купить на нашем сайте маша снаил шоу ссылочку так прочитайте и нажимайте на колокольчик заходите все покончено все пока пока все